Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто еще не подписан, советую подписаться. У меня обзоры из секонд-хендов. В основном из Калуги. Но езжу и по другим городам. Итак, сегодня я снова в секонд-хенде. Привет, пакет! Хожу туда на разведку периодически. Открылся он недавно и попала я, когда была скидка. Все было по 200. Верхняя одежда по 250. И обувь по 500 рублей. Покажу, что приглянулось мне из обуви. Так, немного общим планом. И вот иду вместе с вами буквально и смотрю, что есть интересного. Вот эти интересные, что-то среднее между ботильонами и босоножками. Вот эти вроде были даже кожаные, но на такой платформочке не совсем актуальные. Вот эти были бы очень удобные. Они что-то типа ортопедических. Думала взять маме, но все-таки такая платформа. Ей бы лучше что-то на плоском ходу. Это были, кстати, кларксы. Вот эти интересные, со шнуровкой. Но это текстильные были кожзам. Так, что еще? Присматриваю лоферы, но пока ничего не попадается. Хочется массивные, но все массивные мне обычно широкие. Вот эти интересные были с каблучком в пайетках, в таких блесточках. Вот такие на интересном каблучке сабо. Босоножечки. В основном уже туфли, босоножки. Сапог было мало. Понравились вот эти кларксы типа Мэри Джейн. Но это, скорее всего, были детские, потому что мне они оказались маловаты. Хотя и вроде как 36 размер. Вот эти интересные были кожаные. Кожаных моделей, конечно, мало, но попадаются. Что-то тоже типа ортопедической, возможно, модели. Но размерчик большой. И переместимся в примерочную. Нашла два пальто. Например, первое вот такое от Ted Baker. Есть карманы, но здесь как-то много всего прям. И погоны, и как косуха оно сделано, и карманы накладные, и клетка вот эта массивная. Можно, кстати, вот так вот отвернуть, как в косухе. И там тоже будет вот такой вот черный воротничок. Но у меня это пальтишко и чуть-чуть великовато. И все-таки решила, что мне оно не нужно. У Катюшки был запрос по песочному пальто. И нашла ей вот такое. Здесь есть небольшие маленькие подплечники. Лацканы, кстати, еще зашиды между собой. Вверху там есть карманы. Можно завернуть внутрь. Можно сделать вот такие, как клапаны. На двух пуговицах достаточно глубокий вырез. Сзади шлица. Отличный состав. Свободная. Это я видео снимала, чтобы ей еще отправить. Чтобы она убедилась, что влезет. То есть оно такое, немного оверсайзной модели. В мужском отделе выцепила... Любимое мое слово, да, будете опять ругать. Ну и я реально его прям выцепила на ощупь. Даже не знаю, как это назвать. Это вот на молнии вот такой. Вот такой худи-не-худи. Потому что карман как у худи. Но идет на молнии. И с заплатками на рукавах. И 100% кашемира. Эту юбку я скорее взяла для примерки. В оранжевый водолазг я пришла. Вот примерила эту юбку. Потому что взяла еще жилетку на примерку. В основном у меня платье в примерке. Но нашлась еще жилетка. Кстати, тоже я ее нашла в мужском отделе. Жилетка от Calvin Klein. Выглядит вот так. Спереди на молнии. Типа пола. И это серия... Гольф, по-моему, написано. Вот так выглядит. Не знаю, мужская или женская. Мне кажется, это унисекс. В принципе, подходит и женщинам, и мужчинам. Но ожидала я от нее чего-то большего. Поэтому брать не стала. Вот в это платье я еле залезла. Здесь такие куча перекрестьев шелковых. Это прям какая-то... Мумия Татунхамона из меня получилась. Или нефертити. Я уж не знаю. Прямо обмотана, замотана. Цвет, конечно, жизнерадостный. Желтый. Подкупила, что есть шелк. Решила примерить. Думала, может, как-то интересно будет смотреться. Но напомнила реально какую-то замотанную мумию. Плюс вот эта массивная молния сзади. Как-то мне не очень нравится. И рукавчик куцый. Вот это платье мне понравилось уже больше. Под него, конечно, надо другое белье. Здесь очень интересный такой вырез сделан. Это Диана фон Фюрстенберг. Да, надеюсь, выговорила. Бельки состава не было. Точнее, она была. Но она была выцвевшая. Но я больше чем уверена, что это стопроцентная шерсть. Потому что оно прям очень теплое. Все это ощущается. Черный цвет, как всегда, сложно снимать. Но поверьте, платье классное. Бренд недешевый. И это чувствуется. Еще одно платье. Уже такого алого-красного цвета от Monsoon. Оно наполовину, точнее на 60%, по-моему, состоит из шелка. Мне кажется, оно на более высокий рост было бы получше. Потому что здесь все время хочется вверх поднять. То есть, лямочки как бы великоваты. Сзади бант. В общем, тоже кружилась, вертелась. И решила, что все-таки, наверное, мне это платье не надо. Хотя, в принципе, интересно. И красный цвет, я так поняла, не идет. Вот это платье показывала вам в коротком видео. В жизни оно чуть более насыщенного цвета. На камеру оно кажется как выцвевшее. Но на самом деле цвет приятный. Это платье от Mark Kane. Здесь на всю спину идет молния. Снизу можно регулировать шлицу с помощью этой молнии. Оно идет практически как корсетное, корсажное. Не знаю, оно прям так обтягивает и немножко даже утягивает. Долго думала над ним. Вырез такой еще кругленький. Длина, в принципе, хорошая. Села неплохо. Вот это платье. Я, конечно, тоже ожидала от него большего. Ну, хотя, чего ожидать. Тут такой какой-то странный достаточно принт. Это Тед Бейкер. И оно из стопроцентного шелка. Подкладка, к сожалению, полиэстер. И вот этот бант я неправильно завязала. Его все-таки надо, там есть такие шлевочки, пропустить через шлевочки и завязать сзади. Но из меня оно сделало какую-то дуняшку, как по мне. Поэтому брать тоже не стала. Вот это решила примерить из-за фасона. Здесь такие шикарные рукава буфы. Бархатные. Сверху воротник сделан в китайском стиле. Сзади его без помощи застегнуть не смогла. Поэтому показываюсь только передом. Но очень такое необычное платье. Дальше еще нашла несколько свитерков на примерку. Это уже второй заход был. Это было 10 вещей. И 10 вещей я еще отдельно набирала. Тут больше 10 вещей брать нельзя. От Баслер вот такой свитерок. Но мне кажется, его либо неправильно постирали, либо что-то с ним случилось. И дырочку я потом еще нашла. Понравились вот эти бархатистые брючки. А не такого изумрудного насыщенного цвета. Тоже заснять сложно. Но, к сожалению, они бы цепляли всех моих котиков. Не успела бы я зайти или надеть их дома. Поэтому пришлось оставить. Вот в этой кофточке я напоминаю себе какую-то вот эту мадаму из Звездных войн, по-моему. У которой такие букляшки на голове наверчены. И не понимаю я вот этих воротников. Как стойко он не стоит. Лежа он тоже как-то не особо лежит. Рукавы мне понравились. И длина понравилась. Но вот воротник как-то не очень. Не очень. Продолжаю искать все какие-то водолазочки. Поэтому примеряю вот такую с укороченным рукавчиком. Белая от Zara. В принципе, самая обычная водолазка. Но, наверное, хотелось бы с длинным стандартным рукавом. И чуть покороче. Чтобы если заправить, то не надо было заправлять полметра ткани внутрь каких-нибудь брюк. И как-то это расправлять. Еще нашла винтажный свитерок. Здесь было пятнышко. И нашла еще потом дырку. К сожалению, это стопроцентная шерсть, как я понимаю. Рукавчик укорочен. И, возможно, еще и постирали неправильно. Потому что какая-то длина рукава непонятная. И, в общем-то, да. Еще примерить решила вот такую толстовку с такой надписью и собачкой. Толстовка от Pink. Мне она понравилась. Несмотря на то, что здесь горловина тоже непонятная. Но здесь нет капюшона. То есть ее легко можно будет под что-то надеть. Потому что не всегда уместно вынуть капюшон наверх какой-то одежды. И вот этот вариант мне понравился. Дальше нашла еще необычный то ли ромпер, то ли комбинезон. Не знаю даже, как назвать. Потому что здесь и капюшон, и карманы присутствуют. Ряд буговиц. Здесь даже, по-моему, шерсть в составе есть. Да, 6% немножко, но есть. И все-таки Морь, по-моему, попробовала где-то его в районе кармана. Так, в принципе, интересная вещь. Но не понимаю, в какой сезон носить. И, видимо, с колготками надо, потому что достаточно теплое. Но как-то с колготками смотрится не очень. Что я в результате купила? Катя купила пальто и вот этот хошемировый худи-не-худи. Оксане забрала два платья. А себе забрала эту толстовку. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. Пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok